Гаджи Махачев назначен исполняющим обязанности главы Кизилюртовского района. Сегодня вместе с первым заместителем председателя правительства Дагестана Низами Казиевым он принял участие в открытии нового детского сада в селе Султан Янгюрта, а также подарил местной сельской школе компьютерный класс. Все подробности в материале Камилы Гамзатовой. Еще вчера малыши ходили в этот старый детский сад. Низкие потолки, маленькие комнаты, удобство на улице. А уже завтра они будут переезжать в новое здание. Его построили всего за четыре года. В торжественной церемонии открытия принимают участие высокие гости. После разрезания красной ленты – небольшой концерт. Немного не впопад, зато от души. Нам понравился новый дом, и за это вам поклон. В группах сейчас пока мало мебели и игрушек. Что-то принесут из старого здания, что-то докупят. Новый детский сад рассчитан на 160 детей. Старый со скрипом вмещал 130. Дефицит детских садов – проблема всей страны, но ее необходимо решать, считает Гаджи Махачев. Одним детским садом не решили проблемы в Дагестане. Но президент Дагестана Александр Владимирович поставил четкую задачу, чтобы именно добиться того, что в ближайшее время, за два-три года, чтобы вот эти вопросы, проблемы с детскими садиками сняли. В детском саду надеются, что общими усилиями удастся отремонтировать старые корпуса. Очередь за путевками сюда уменьшилась, но ненамного. Да и в новом здании есть еще нерешенные проблемы. Нам нужен пищеблок новый, который нам обещали в этом году построить. Пищеблок у нас старый, который был в старом корпусе, остался. Естественно, детские площадки, двор облагоустроить надо. Сад получает помощь от частных благотворителей. Это хорошая практика, которую нужно поощрять, считает Гаджи Махачев. Сегодня он из собственных средств делал подарок сельской школе. Я вот хочу им подарить, значит, от себя еще компьютерный класс и, наверное, класс математики. Да, математики, да, тоже. Поэтому мы будем стараться. Эта школа тоже новая. Первый корпус был сдан еще год назад, и вот сегодня открыли еще два. Сейчас здесь учатся 630 детей, а рассчитана школа на 840. Учащиеся будут заниматься в одну смену. Это большая редкость для района. Открываются перспективы для развития дополнительных кружков по интересам. Строительство школ и детских садов, а также спортивных залов в районе будет продолжаться, обещает исполняющая обязанности главы района. У подрастающего поколения должны быть все необходимые условия. Камила Гамзатова, Илья Рыбрагимов. Время новостей.